Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого и смотрите сегодня. 500 тонн мусора каждый день. Столько собирают с улиц курорта. Как в Сочи решается этот вопрос, главе города доложил его заместитель Юрий Поломарчук. В сочинских домах проверяют пожарную безопасность. Комиссия обследует каждое жилое помещение, узаконенное судом за последние 10 лет. Наркозбытчики из Омска к каждой дозе крепили магнит. Зачем стало понятно при задержании с поличным. Гостиничный и ресторанный форум открылся в Сочи. Он объединил сразу три специализированные выставки. Вопросы безопасности сегодня стали главной темой совещания главнокомандующего войсками Росгвардии. Его Виктор Золотов провел в одной из воинских частей Краснодара. В обсуждении принял участие Вениамин Кондратьев. Ведомство образовали всего год назад и сегодня еще идет процесс его становления. Но уже сегодня Росгвардия показала себя как структура, которая оперативно выполняет все возложенные на нее задачи. В частности, это охрана правопорядка. По словам главы региона, в этом вопросе рассчитывать они могут и на помощь казаков. Согласно планам, мы проводим поэтапно-реформированные войска Росгвардии. И на сегодня в полном объеме осуществлены мероприятия первого этапа. Это перевод и организация перевода в Росгвардии личного состава, переданных из Министерства внутренних дел непосредственно в Росгвардии, а также личного имущества и недвижимого удвижимого имущества. Созданы теперь органы в 84 субъектах Российской Федерации. В целом процесс становления прошел безболезненно. Хочу благодарить за совместную работу, я считаю, очень качественную работу, очень оперативную работу. По сравнению к тому является стабильность в нашем регионе, которая сегодня налицо. Знаю, что инициатива создания обструктуре ведомства казачьих формирований для нас очень важна. Мы поддерживаем в этом и край заинтересован в повышении профессионализма казаков. Это мощная сила, которую тоже можно привлекать для охраны общественного порядка и, может быть, все-таки в рядах Росгвардии. Сотрудники Росгвардии участвовали в обеспечении безопасности во время российского инвестфорума в Сочи и всемирных военных игр. В этом году они будут участвовать и в проведении Кубка Конфедерации и Гран-при России «Формула-1». Вениамин Кондратьев акцентировал внимание, что для края важно содействие силового ведомства и в обеспечении безопасности в детских лагерях и здравницах. В крае есть объекты, если так можно сказать, регионального значения, для нас очень важные, чтобы все-таки Росгвардия, вне ведомственная охрана их тоже охраняла. Это такие, как детские лагеря и иные, где мы гарантируем своевременную оплату со стороны и муниципальных органов власти, и края, и бизнес-структур, которые владеют сегодня этими объектами. Есть возможность расширить штат вне ведомственной охраны для того, чтобы мы могли, помимо федеральных задач по охране, обеспечению охраны объектов, еще и туда включить региональные наши объекты. Одно из четырех главных управлений Росгвардии находится в Краснодарском крае. За содействие в выполнении задач, возложенных на ведомство, Вениамина Кондратьева наградили медалью. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». По 500 тонн мусора каждый день. Такое количество отходов собирают с улиц курорта и столько же увозят на полигон в Каневскую. Временной площадкой для сбора ТБО стал бывший завод стройматериалов. Когда в Сочи окончательно решится мусорный вопрос, обсудили глава города Анатолий Пахомов и его заместитель в сфере ЖКХ Юрий Паломарчук. Самый важный шаг на пути к улучшению экологической обстановки на курорте уже сделан. Точка отрыва для решения застарелой мусорной проблемы стала исключением мусоросортировочного завода и системы утилизации отходов. С 1 марта спецавтохозяйство перешло в руки мэрии. Скопившийся за годы мусор, который до Йоры был вывезен, и за эти услуги с населения взяты деньги, а де-факто так и оставался на территории завода на транспортной, да и на ряде арендованных площадок в оперативном порядке был утилизирован. Мы много приняли мер, признали даже ошибку свою, что зря мы связались с предпринимателями, зря мы связались с бизнесом по поводу сортировки бытовых отходов. И сегодня нам пришлось взять снова свое ручное управление администрации исключительно для того, чтобы город был исключительно чистый. Нигде в городе, в том числе и на мусоросортировочных заводах, не должен скапливаться мусор. Что сегодня создал нам завод по утилизации бытовых отходов? Вот как эта работа решена у нас? Сейчас уже всегда чисто, всегда чисто. Вывозим все, в том числе и порубочные остатки, крупногабарит, вывозим мелки строительный мусор. На сегодняшний день площадки мы очищаем полностью. Это порядка 500 тонн в сутки. Мы все вывозим сейчас и перегружаем на заводе строительных материалов. Что завозим, то и вывозим. То есть днем завозим, ночью все вывозим. Порядка 70 грузовых автомобилей собирают и увозят из Сочи мусор на полигон в Каневскую. Эта схема затратная и временная. Уже к 1 мая будет объявлен конкурс по выбору единого и регионального оператора, который объединит Сочи, Туапсинский, Абширонский и Белореченский районы. И мусорный вопрос решится уже к началу летнего сезона, заверил Юрий Паломарчук главу города. В конце июня месяца региональный оператор начнет свою работу на территории города Сочи. У него здесь есть две площадки по сортировке и перегрузке, которые уже практически закончены строительством. Осталось только их вводить. И я уверен, что сбоев не будет. Анатолий Пахомов отметил, что необходимо уделить внимание и несанкционированным свалкам. Их, как правило, образуют строительные организации или предприятия, получившие лицензию на вывоз ТБО, но не исполняющие своих обязательств. Работа в этом направлении ведется активно. Если в прошлом году таких свалок было больше 200, то сейчас их меньше 20. Сократить число свалок помог мониторинг машин на посту Магри и, конечно, сами жители. Они оперативно докладывают на горячую линию администрации о фактах сброса отходов на площадке, вовсе не предназначенные для этих целей. Нарушителей выявляют и наказывают. В ходе встречи обсудили и еще одну больную для курорта тему – сброс точных вод. Количество рейдовых групп увеличено. Обследуют не только городские, но и сельские улицы. Всех недобросовестных хозяев домовладений будут отключать от водоснабжения. И, конечно, Юрий Федорович, надо развивать дальнейшую систему канализования. Вот я знаю, что РЖД нам передали автономные очистные сооружения, и мы собирались их в Верхнем ЛАО установить. Как идет эта работа? Мы их уже забрали, перевезли на территорию Верхнего ЛАО. В настоящее время разрабатывается проект, потому что без проекта их установить невозможно. Я думаю, что через три месяца мы их установим. Производительность этих локальных очистных сооружений составляет 400 кубометров в сутки. Этого вполне хватит для эффективного канализования всего поселка. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Как живешь и ждевенец? С этим вопросом в рейд по неухоженным домам и дворам вышли активисты Молодой Гвардии, Единой России, Народного контроля и ТОСовцы. Почему вы живете в грязи и не убираетесь за собой? Этот вопрос они задали жильцам самых неприглядных домов по улице Гагарина. Вместе с ними захламленные дворы проинспектировала и наша съемочная группа. Вот такие дома Сталинки находятся в глубине двора. С дороги их не видно. Этим, видимо, и пользуются жильцы. Мало того, что внутри дома антисанитарные условия, во дворе то же самое. Еще и построены какие-то заграждения, захламленные мусором. В былые годы во дворах сооружали вот такие беседки. Но если раньше там рос виноград, теперь складируется старая мебель. Дома утопают зелени, но эти деревья и пальмы посажены еще в советское время. А вот клумб с цветами здесь, видимо, давно не было. Есть детская площадка, но на вся усыпано стекло. Если ребенку скатиться с горки, то прямиком потом можно попасть в больницу. Вокруг дома намусорено, хотя жильцы признаются, что недавно здесь убирались. Но ссорят, говорят, каждый день, а вот убираются редко. Нет здесь дворника, нет договора с управляющей компанией. И как выяснилось, уже в ходе рейда многие собственники сдали свое жилье, а сами живут в других городах. Вот так кому-то прибыль, а городу мусор и хлопоты по уборке. Причем хлопотать об этом готовы далеко не все жильцы, уповая на муниципалитет и не вспоминая, что уборка придомовой территории их прямая обязанность. Мы неоднократно общались с жителями Гагарина 33 и Гагарина 37, чтобы они выбрали все-таки форму управления, или они сами управляются, или они все-таки выбирают управляющую компанию. Последняя управляющая компания в этих домах была еще Грандстройсервис, это столько лет тому назад. Больше ни с кем никаких переговоров по этим домам не ведется, потому что жители неактивные. Большинству жителей акция общественников пришлась не по душе. На вопрос о мусоре отвечают чаще, и не только здесь, что их все устраивает, мол, вам не нравится, вы убирайте. В руководстве ТОС отметили, что таких неуправляемых домов в районе немного, но организовать жильцов на субботнике по уборке своих придомовых территорий – большая проблема. Люди сдают, куда-то уезжают, это проблема, конечно. Я считаю, что единственное решение – это если в людях не воспитана культура, нужно как-то ее прививать. Это очень тяжело, вот мы и занимаемся именно этим. Но жить в паутине с разбитыми стеклами и антисанитарными стенами и потолками, видимо, привычнее. В доме хозяйской руки нет. А квартиран там все равно, лишь бы квартплата была небольшая. Соорганизовать таких людей достаточно сложно, но нужно. Потому что именно они, ждивенцы, портят общее впечатление о городе. И здесь все средства хороши, в том числе и установка досок позора, на которые будут вывешиваться фото дворов рекордсменов по количеству хлама. Со всеми вытекающими последствиями, например, в виде штрафов за антисанитарию. Отныне подобные рейды будут проводиться во всех микрорайонах города. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». В сочинских домах проверяют пожарную безопасность. По распоряжению главы города создана специальная комиссия, которая обследует каждое жилое помещение, узаконенное судом и введенное в эксплуатацию в период с 2006 по 2016 год. В состав рабочей группы входят сотрудники управления муниципального земельного контроля, районных администраций, представители коммунальных служб и госпожнодзора. Они обследуют жилые помещения, которые в итоге по решению суда стали многоквартирными домами. Как показывает практика, именно здесь чаще всего встречаются нарушения, поскольку застройщик изначально вводил их в эксплуатацию не как многоквартирный дом, а просто как строение. В этом случае и требования иные. А по факту люди, купившие такую собственность, взяли на себя обязательства по своей же пожарной безопасности. Однако мало кто об этом задумывается. Пожар в Краснодаре тому подтверждение. Комиссия проверяет наличие всех необходимых средств пожаротушения и принятых мер безопасности. Отдельное внимание при домовой территории. Рядом с домами обязан быть свободный подъездной путь для пожарных машин в радиусе 200 метров, пожарный гидрант и первичные средства огнетушения. И, как показала проверка ряда домов в Центральном районе, противопожарная безопасность обеспечена не везде. В рамках данного обследования выявлены целый ряд нарушений в части, касающиеся пожарной безопасности. А это отсутствие пожарной сигнализации, отсутствие средств тушения, отсутствие информационных стендов. Обеспечить их наличие должны собственники объектов, то есть либо застройщик, либо сами жильцы. По требованию госпожнадзора на один подъезд требуется 2-3 огнетушителя. Это в целом не более 10 тысяч рублей. Установить ту же пожарную сигнализацию также доступно. Порядка 150 рублей за квадратный метр. Экономить в этом вопросе, отмечают в комиссии, не стоит. Платой за халатность может стать человеческая жизнь. По результатам обследования домов подготовлены акты и отчеты. Все материалы будут переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования. И в интересах собственников максимально быстро устранить все нарекания, потратив средства не на штрафы, а на личную безопасность. В Сочи полицейские задержались закладчиков наркотиков. Двух приезжих из Омска взяли с поличным в момент совершения так называемых тайных закладок. За предполагаемыми сбытчиками было организовано наблюдение. В ходе личного досмотра у них обнаружено 54 приготовленных к сбыту свертка общей массой более 50 граммов. По заключению экспертов в пакетиках находились кокаин, МДМА и метамфетамин. В ходе личного досмотра у них было обнаружено более 50 свертков с наркотическими веществами. Эти свертки были оборудованы магнитами для осуществления тайных закладок. Чаще всего они их крепили на металлические трубы и подоконники на первых этажах. В Сочи молодые люди приехали около месяца назад с целью распространения наркотиков. Установлено, что приобретали они метилэфедрон в интернете. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи до 20 лет лишения свободы. В Сочинском институте РУДН сегодня принимали почетного гостя. Героя России, первого заместителя секретаря общественной палаты страны Вячеслава Бочарова. Встреча прошла в рамках масштабного внутривузовского проекта «Страницы мужества и славы». Встречать таких гостей в стенах вуза, говорят, в Сочинском институте РУДН – большая честь. Вячеслав Бочаров служил офицером Центра спецназначения «Вымпел». Одним из первых вошел в захваченную террористами школу в Беслане. Был тяжело ранен в голову. За мужество и героизму достоин звания Герой России. Сегодня Бочаров – первый заместитель секретаря общественной палаты страны. С патриотической миссией путешествует по городам России, школам и институтам. Мне посчастливилось посмотреть, как учатся, как живут, чем занимаются внеучебное время. Ребята РУДН. И то, что мы сегодня поговорили на тему патриотизма, на тему подвига, подвига того, который совершался в годы Великой Отечественной войны – это важно. Герой России сегодня стал почетным гостем на мероприятии, которое проходило в рамках масштабного внутривузовского проекта «Страницы мужества и славы». Студенты рассказали историю города Героя Новороссийской. Не просто рассказали. Это было целое театрализованное представление. Я считаю, что каждый из нас, особенно мы, молодое поколение, мы студенты, должны знать о истории нашей Родины, должны знать наших защитников. И этим гордиться, конечно же, в первую очередь. Проект направлен на распространение знаний о подвигах молодежи в годы войны, укрепление традиционных ценностей, формирование патриотизма и, что важно, противодействие фальсификации истории. За время его реализации для студентов РУДН проект «Страницы мужества и славы» стал не просто проектом. Я уверена, все, кто прошел этот конкурс, они могут твердо сказать «Страна Родина, если что-то случится, я своим сердцем и своей грудью стану обязательно на защиту». Вот это главное. Сегодня эта патриотическая программа заявлена на Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и уже прошла региональный этап. Ну а о визите в РУДН Героя России Вячеслава Бочарова теперь будет напоминать вот это миндальное дерево, которое сегодня высадили на территории главного учебного корпуса. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Гостиничный ресторанный форум открылся в Сочи. Он объединил сразу три выставочные экспозиции. Мебель и интерьер, индустрия гостеприимства и развлечений, а также экспофуд. Организатором мероприятия традиционно выступает компания «Сочи-экспо». Выставки проводятся при содействии Федерации рестораторов и отельеров России. Последние новинки в развитии индустрии бизнеса, модернизации и переоснащении предприятия, а также вкусные и полезные продукты питания. Все это можно увидеть, посетив гостиничный ресторанный форум. Впервые он объединил сразу три специализированные выставки и насыщен интересными событиями. Программа действительно разнообразная. Она привлекает рестораторов и отельеров города Сочи всевозможными мастер-классами от ведущих шеф-поваров России, семинарами по дизайну, которые впервые в этом году мы проводим. А для обычных жителей каждый год мы проводим народный дегустационный конкурс, на котором они могут попробовать все широкое разнообразие, которое представлено на выставке. Свою продукцию представляют ведущие российские и зарубежные компании. Большой ассортимент товаров от краснодарских производителей. Они примут участие в конференции на тему развития поставок в Сочи. Для нас Сочи чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения предприятий этого муниципалитета продукцией, выпускаемой в первую очередь в Краснодарском крае. Мы проводим совещание, посвященное развитию этого взаимодействия и ходу реализации этих дорожных карт, которые утверждены на краевом уровне. И мы сегодня проконтролируем, как эти карты реализуются на территории города Сочи. Профессионалы ресторанов и гостиничного бизнеса найдут на площадке форума все необходимое технологическое оборудование, мебель и сопутствующие материалы. Простые обыватели также отмечают для себя массу интересных и нужных товаров. Мне очень нравится эта выставка. Ассортимент продуктов великолепный. Ценовая политика очень приемлемая. Здесь и мебель, и кашпо, и посуда. Можно получить консультацию и даже по приготовлению пищи. Посетить экспозицию форума можно с 6 по 9 апреля в выставочном центре на Несебрской 1Б. Время работы с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и отдельного внимания требует экспозиция мебели. В Сочи впервые представлена продукция компании Креатив Хоум. Мебель, декор, свет, предметы интерьера от ведущих брендов американского Креатив Куб Хоум и французского Кантри Коне. Коллекции компании можно увидеть в специализированном павильоне на форуме и в фирменном магазине, недавно открывшемся в центре Сочи. К выбору клиентов предлагается более 2,5 тысяч наименований в стилях Прованс, Кантри и Брутальный Лофт, которые отлично впишутся как в большие дома, так и маленькие квартиры. Создадут уютную атмосферу и подчеркнут изысканный вкус хозяина. Каждый аксессуар создан именитыми дизайнерами. В нашем ассортименте представлена как мебель, так и аксессуары для интерьера. Это и панно, и картины, и вазы, и посуда. То есть у нас широкий ассортимент очень качественного продукта, который подойдет самым изыскательным клиентам. Создать уютный и эксклюзивный интерьер в доме помогут профессиональные дизайнеры. Их услуги предоставляются бесплатно. Увидеть шикарные готовые проекты можно, посетив фирменный магазин компании «Креатив Хоум». Он находится на улице Чайковского, 10, дробь 1. Двери салона открыты ежедневно с 10 часов утра до 7 вечера. Телефон для справок 8-988-40-28-808. Новинки мебельной моды на открывшейся выставке представляет и студия мебели интерьера «Дель Соли». На стенде можно ознакомиться сразу с несколькими коллекциями итальянской фабрики «Фрателли Барри», которую и представляет сочинская компания. Придать особенный шарм и ощущение новизны призвана вся мебель студии «Дель Соли». Сегодня особое впечатление на посетителей произвела коллекция «Флоренс» фабрики «Фрателли Барри». Эта гостиная – итальянская новинка, которую отличает богатство исполнения и изысканность отделки. Необычные линии, обилие зеркальных поверхностей и роскошная обивка превращают данные предметы мебели в произведения искусства. И все же это арт-объекты, которые украсят любой интерьер. А узнать, что такое императорский сон, можно на новой модели кровати из утонченной коллекции «Римени». Эстетический восторг вызывают чистота линий и сочетание современной классики с духом романтизма. Неповторимую же игру цветовых эффектов здесь создает уникальная отделка. Приобрести такую европейскую мебель вполне реально. Цены, что удивительно, весьма демократичны. Только в рамках этой выставки от нас действует специальное предложение. Скидка 20% на все коллекции фабриков «Ротели Барри», а также на новинки «Римени» и «Флоренс». А еще студия мебели и интерьера «Дель Соли» – это кухни, столовые группы, гардеробные, авторские зеркала, интерьерный свет, дизайнерские вентиляторы и даже ретро-лампы. Ассортимент «Дель Соли» позволяет полностью комплектовать любые, даже самые сложные и претенциозные проекты. Работа в основном строится на сотрудничестве с дизайн-студиями и частными дизайнерами интерьера. Особый шик – это дизайнерские ковры и в том числе ручную работу из шерсти, вискозы и бамбука. Ценовой диапазон совершенно разный в зависимости от техники и их плетения. Ковры на самом деле уникальны, эксклюзивны. Есть вещи, которые вообще в единственном экземпляре. Если вы приобретете такую вещь, это будет вложение и можно будет передавать их из поколения в поколение. Главные по интерьеру, то есть студия мебели и интерьера «Дель Соли» на выставке «Мебель и интерьер» до 9 апреля включительно. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В экспозиции гостинично-ресторанного форума представлено и профессиональное оборудование для приготовления шашлыка. Одинарные, двойные и настольные электромангалы предлагает липецкая компания «Зов Технологи». Уникальность этих мангалов в наличии электропривода. Использование уникальной системы автоматизированных вертелов позволяет с легкостью приготовить вкуснейшие блюда на углях без постоянного контроля. И не требует от повара особой подготовки. За короткое время, а это около пяти минут, электромангал сам поджарит мясо, птицу, рыбу, морепродукты и овощи. Подгоревших участков здесь не будет. Вертелы можно в любое время поставить в вертикальное положение. Такой способ не только уникален для процесса приготовления, но и обеспечивает высокий уровень санитарной защиты. Так прямой контакт с продуктами исключается. Оборудование компании «Зов Технологи» может использоваться как в заведениях общественного питания, предприятий кейтерингового обслуживания, так и в домашних условиях. В зависимости от необходимого количества приготовленных блюд, это могут быть одинарные, двойные или же настольные электромангалы. Товар отличается быстрой окупаемостью и высокой экономической эффективностью. Основные модели электромангалов представлены на сайте компании «Зов Тех.ру». Есть возможность индивидуальных заказов на изготовление мангалов от 10 до 150 шампуров. Расчет стоимости и сроки изготовления обсуждаются отдельно с каждым клиентом. Компания из Липецка предлагает возможность заключения договоров на поставку оборудования в любую точку мира. На выставке «Экспофуд» традиционно представлена рыбная продукция с Камчатки. Сочинцам давно полюбились дальневосточные деликатесы. Они пришли за вкусной и полезной рыбой сразу же в день открытия выставки. Разнообразие, конечно, впечатляет те, кто пришел сюда впервые, как, например, отдыхающего из санатория «Салют». Витаминов много. Дело в том, что рыба – это натуральный продукт. Уже так надоело всякое, поэтому… А это вкус, запах. Белорыбица, кижуч, палтус, нерка и кита – более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящая красная икра. Царица лососевых, полезная витаминами АБЦ и редкая деликатесная чавыча. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Именно в этом павильоне я всегда беру рыбу. Чавыча мне нравится, селедочка лютерская, икорка нравится, палтус. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины. Купить рыбную продукцию можно в павильоне рыбак Камчатки на открывшейся сегодня выставке «Экспофуд» в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Воронежский фермер представит колбасы, сыры и сало в Сочи. Предприятие принимает участие в выставке «Экспофуд весна», которая открылась в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Экспофуд» в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту. С чесноком – соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек. Колбасы в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.